Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня будет очень интересный обзор тенденций. В основном я расскажу вам о верхней одежде, о том, как ее можно носить. И сегодня очень интересная подборка. Меня оставили в магазине Ньютон, когда все ушли на обед. Я от обеда отказалась. И сказали, Яна, снимай что хочешь, примеряй что тебе нужно, одежду потом сложи в кучку, в уголок, и мы все уберем. Большое спасибо магазину Ньютон за предоставленную возможность, за полный карт-бланш. Сегодня вы, наверное, впервые увидите меня в качестве стилиста. Обычно образы для меня собираются. Сегодня я, что называется, собрала из того, что было. Я примерно представляла, что буду примерять одежду, поэтому сразу обращу внимание на свою базу. У меня белые брюки и свитер темный. У меня контрастный образ, контрастная база. И сразу могу сказать, что белые брюки, я пою им дифирамбы всегда. И в этом сезоне пою в особенности дифирамбы брюкам широким в пол. Именно потому, что они принимают на себя любую верхнюю одежду. И любая верхняя одежда смотрится относительно белых брюк контрастно, если она темная. С белыми аутфитами белые брюки смотрятся просто шикарно. И более того, именно широкие белые брюки, не так, как носят итальянки. Итальянки все-таки предпочитают либо деним, и модели наподобие бананов очень нравятся им, либо это до сих пор узкие брюки, либо брюки со стрелкой, заужающиеся к низу, и открытая у нас при этом щиколотка лодыжка. Я имею в виду именно широкие брюки, как сейчас на мне. Это просто универсальная вещь. Повторюсь, любая, даже старомодная, возможно, с прошлых сезонов верхняя одежда будет смотреться с подобными брюками совершенно иначе. Итак, представляю вашему вниманию, мой любимый образ на данный момент – это вот такой удлиненный пиджак. И когда мы выходим на осень, такие пиджаки выпускаются в очень плотной ткани, и получается что-то наподобие пиджака-пальто. То есть на ощупь это, конечно же, пальто, а на вид это до сих пор может быть пиджак. Вот образ, который мне очень нравится. Я дополнила его яркой сумкой. Меховые сумки. Внимание, любые сумки, имитирующие так или иначе дубленочную ткань всегда вылетают. У меня это слово на русском языке. Монтоне на итальянском, получается, на русском овчина. Эти аксессуары очень популярны и в основном представлены, конечно же, в сумках, но также головные уборы делаются. Без овчины и, конечно же, обувь. Вот такой образ у меня получился на данный момент из всей этой подборки. Это мой любимый образ. Я еще хотела шапку сюда добавить, но поскольку меня оставили в магазине одну, я побоялась, что я разрушу красоту конструкции и не стала примерять шапку. Взяла сумку, ее было легче. Достать и посмотрите, как смотрится образ без яркого аксессуара. На мой взгляд, он проигрывает. Кстати, ярким аксессуаром здесь мог бы быть шарф, тоже цвета фуксии. Кстати, цвет фуксии – это цвет, который очень популярен. Пальто в клетку, либо пальто соль и перец, либо вот такая елочка. Ну, в любом случае, черно-белый принт. Это абсолютно точно тренд сезона. Набрасываю на плечи. И, кстати, вот вам такая подсказка. Если вы хотите пальто современного кроя, возьмете свой размер, набросьте на плечи. На плечах эта вещь должна держаться. То есть плечи стали широкими. Именно за счет плеч эта конструкция держится. Многим нравится мое пальто, тоже в черно-белую клетку. И у него есть такая особенность – у него широкие плечи. Когда мы поворачиваемся спиной, не потрудитесь, точнее, потрудитесь, не забудьте взять маленькое зеркальце. Посмотрите, как смотрятся со спины плечи. Они, как правило, имеют характерные заломы, как если бы изделие было нам велико. И на самом деле я считаю, что оверсайз отходит на задний план. Выходит на первый план прямой крой и широкие плечи. Как раз-таки прямой крой, широкие плечи относительно всего изделия и дают вот эти характерные заломы со спины. Не бойтесь их. Так должно выглядеть современное изделие. Если говорить о пальто, я уже рассказывала, старайтесь не забывать поднимать воротник. Это всегда придает больше шик вашему пальто и тому, как вы в нем выглядите. Снова хочется обратить внимание на длину. Современное пальто – это пальто макси длины, прямо-таки в пол, либо ниже середины голени. Если раньше середина голени чуть выше, таким образом выглядело современное пальто, то теперь совершенно точно пальто стремится к полу. То есть оно максимально нас закрывает. Очень люблю я вот таким образом доставать рукава. Кстати, часто меня за это критикуют, но это тепло, это, знаете, выглядит современно. Может быть, это и не нравится кому-то, но вот так мы носим одежду. Немножечко с чужого плеча есть ощущение. Но, повторюсь, оверсайз при этом отходит на задний план по популярности. И мне здесь, на самом деле, недостает уроков по кройке и шитья, по знанию того, как одежда шьется. И я бы могла объяснить, чем оверсайз отличается от прямого кроя, допустим, и как выбрать современное пальто. Вот такие свитера на молнии мега популярны. Обзаведитесь одним. И вы знаете, открытие для меня явилось как раз-таки, я примеряла в другом магазине, возможно, даже многие вспомнят, где потрясающе смотрятся такие свитера. С одной стороны заправляем, и с широкими брюками, и с узкими леггинсами. Подобный свитер смотрится очень хорошо. И такой свитер является в списке моих желаний. Он пополнил мой виш-лист. В начале видео я сказала о пиджаке, которое на ощупь является пальто, либо пальто, которое выглядит как пиджак. И еще один тренд – это пальто, которое выглядит как рубашка. При этом рубашка, пальто могут быть абсолютно любой длины. Это и вот такая классическая длина для рубашки, и удлиненная рубашка. Характерным, конечно же, является наличие карманов накладных, характерный край закругленный у изделия, и, конечно же, манжета. Про такие свитера, кардиганы на поясе, кимоно я тоже рассказывала. Они потрясающе садятся, добавляют цвет акцент. Как правило, недорого стоят. Тоже к этим вещам можно присмотреться. Мне эти вещи понравились на примерке в тяжелом люксе. Я всегда цитирую. Именно тогда для меня было открытие. Подобная вещь. Вот действительно, она ко всему подходит. К любому низу, к любой базе. Юбка, брюки, все что угодно. Это может быть шорт и мини-юбка. Абсолютно совсем подобные кардиганы классно смотрятся. Дополняю этот образ с клетчатой шляпой мягкой. Я тоже обращала ваше внимание, что такие шляпы панамы. Как некрасивая этикетка торчит, я ее не заметила в момент примерки. На самом деле, я себя в телефон, который я снимаю, а не очень-то хорошо и вижу, что я там показываю. А зеркала передо мной зачастую нет. Так вот, подобные шляпы, мягкие шляпы панамы, они очень популярны. Их можно купить везде. Намекаю, везде, не только в магазинах. Многие, кто смотрели последние мои выпуски, обзоры знают. Очень мне понравился бархатный вариант. Бархатный вариант я вообще ни разу не встречала. Как видите, у них может быть достаточно высокая туля. И это позволяет действительно каждый из нас выбрать себе подобную даже мягкую шляпу. И она будет максимально подходить к форме нашего лица. Потому что у меня, например, идет высокая тулья. Добавляю, даже не заметила, когда я успела переодеться и поменять шляпу. Я добавляю, конечно же, имитацию дубленки, потому что очень много и ненатуральной овчины представлено в виде жилета. Добавляю подобный жилет и беру в руки снова, посмотрите, аксессуар, имитирующий овчину. Подобные аксессуары, я уже сказала, очень популярны. И мне этот образ, его я, точнее, поставлю на второе место. Он мне тоже очень нравится. Но все-таки я верна двубортным пиджакам. Люблю их на себе и на других. Поэтому этот образ занимает достойное второе место. Вот таким образом себя я сегодня приодела. Кстати, жилеты очень популярны. И на самом деле любые жилеты. Они могут выглядеть как пальто без рукавов, пиджак без рукава, дубленка без рукавов. И на самом деле все, от чего отрезали рукава, вот таким образом может выглядеть современный жилет. Поэтому экспериментируйте, не бойтесь. Жилеты прекрасны тем, что их можно надеть, допустим, под другую верхнюю одежду. Этого не стоит бояться. В прошлом году мы носили пуховики. В позапрошлом тоже носили пуховики, допустим, под пальто. Мы поняли, что это удобно. Также можно надевать тонкий пуховик под шубу. И в этом году, возможно, мы наденем жилеты под пальто. Я думаю, что итальянки обязательно с этим поэкспериментируют. Снова посмотрите рубашечная история. И в данном случае это очень трендовая вещь, потому что здесь и рубашка пальто, а точнее рубашка дубленка, потому что все-таки есть некая имитация овчинного. Вообще хочется сказать, что, наверное, самая трендовая ткань – это как раз-таки ткань, которая с одной стороны похожа на овчину, а с другой стороны похожа на знаменитое пальто Тедди. Вор стал несколько короче и слегка стал более кудрявым, наверное. Так можно охарактеризовать эту ткань. Вот это нечто среднее. Из этого будут шиться самые разные, прежде всего, пальто. Вообще пальто Тедди и все вариации на эту тему, безусловно, популярная история. Но мне бы хотелось сказать о стиле Беляриш. Этот стиль, вот я начала в самом начале рассказывать о том, что оверсайз отходит на задний план, а что-то выходит в виде прямого кроя, что-то его замещает, а также плечи. Совершенно точно можно говорить вот о таком стиле. Его очень трудно охарактеризовать, по крайней мере, мне. Я не принадлежу к возрасту, который слушает музыку Беляриш, но я совершенно четко понимаю, как она одевается. И вот этот стиль, он становится очень популярным. Его можно увидеть, скорее, все-таки на поколении до 30 лет. И вот с этим стилем нужно быть очень и очень аккуратным, потому что он засасывает. С одной стороны, ты выглядишь очень актуально, с другой стороны, тебе очень удобно. И, наверное, про этот стиль я расскажу вам, возможно, в отдельной трансляции, либо сделаю подобную видеоподборку. Абсолютным открытием для меня явилось пальто цвета бискотто. Так называется у нас этот цвет. Это цвет бисквита, цвет печенья. То есть это коричневый, уходящий в золотистый. Это больше не camel с холодным подтоном, а цвет, который слегка потемнел, и стал, скорее, более золотистым, более коричневым. В любом случае, этот цвет без труда можно характеризовать как теплый. Я до сих пор жалею, что не купила себе пальто в подобном цвете. Я сомневалась, а в итоге вижу, что, например, с белыми брюками, с белой базой, то есть белые брюки, белый свитер, белый свитер, белый деним, подобное пальто смотрится очень красиво. Обратите внимание на теплые коричневые оттенки. Можно также говорить о том, что цвет camel поменялся. Это тоже тренд сезона, несмотря на то, что классическая марка, которая популяризировала этот цвет, продолжает предлагать и свой классический цвет camel, но даже там появились вот такие золотистые оттенки. Этот цвет хорош также тем, что если вам нравится яркое пальто желтого, либо синего, либо зеленого цветов, но вы не решаетесь на подобную верхнюю одежду, то такой цвет, он с одной стороны более спокойный, но с другой стороны он будет компоноваться и выглядеть так же, как выглядит яркое пальто в компоновках. Поэтому присмотритесь вот к такому коричневому жженая карамель, теплый camel. Его на самом деле сложно охарактеризовать, потому что есть огромное количество вариаций сейчас. И я бы брала не очень темный цвет, а все-таки стремящийся больше к оранжевому, то есть жженая карамель классическая. Про тренды хочется сказать также про ботфорты. Ботфорты современные, это ботфорты на тракторной подошве, ну а вообще обувь, как я люблю говорить, любая в этом сезоне выглядит актуально и современно, потому что любая обувь была предложена. Любой каблук, высота, форма, любой мыс, на самом деле огромное разнообразие. Вообще можно с уверенностью говорить, что трендов как таковых больше не существует. Понятие тренда очень размыто, очень призрачно, и в этом сезоне совершенно точно мы можем носить то, что нам идет. И что немаловажно, мы можем купить то, что нам идет, мы можем найти именно те брюки, именно ту блузку, именно то пальто, которое подходит нам, о котором, возможно, мы мечтали годами, но не могли встретить в продаже. Завершаю эту подборку черным пальто. Я не очень люблю черные пальто, у меня они есть, я их относила, но черное пальто – это, безусловно, база, прекрасно будет выглядеть, конечно же, с белыми брюками. Белые брюки в Италии – это наше все. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.